Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите челлендж Апокалипсис, и мы с Алисой прибыли на место наше условное, где можно словить соседский Wi-Fi, и прямо сейчас мы, конечно же, устраиваемся на работу, на разнорабочего, вот, и да, у нас только два дня рабочих на неделю, это суббота и воскресенье с 7 до 12, вот, так что, да, конечно же, мы устраиваемся, это наша основная карьера, я надеюсь, что всё-таки у нас всё получится, и да, нам нужно достичь второго уровня в навыке садоводства. Единственное, я вот хотела, как бы, обсудить один момент, почему у нашей Алисы не развивается навык садоводства, то есть я ещё в конце предыдущей серии давала ей действие читать эту книгу, то есть первый том, как бы, всё нормально, но она ничего... ну, то есть она его берёт, она его читает, при этом ничего не происходит, то есть у нас не было табличек, что, знаете, там, получен навык садоводства, то есть вообще ничего, и я, если честно, не понимаю, что происходит, то здесь мы можем вырвать. очень неудобно ты себя чувствуешь, поэтому посмотреть не можешь. Ну, вырвать мы, конечно же, не будем, но просто либо я чего-то не понимаю, либо я чего-то не понимаю, почему у нас не появляется этот навык, почему мы его до сих пор не начали, вот у нас вообще тут ничего нету, если честно, и это как-то странно, ну, лично мне это странно, вот, как бы я хотела проверить вообще, как у меня игра себя чувствует, вообще в адеквате она или нет, хотела отправить её к груши боксёрской, но, опять-таки, она себя уж очень неудобно чувствует, поэтому, да, она у нас не захотела этим всем заниматься, вот какао у нас тоже жутко возмущена, и что-то заново прочитать, ну, правильно, заново прочитывай, почему бы и нет, вот, Алиса у нас сейчас направляется домой, грустная, расстроенная, я тоже, если честно, расстроенная, потому что, как бы, я не понимаю, что это такое, почему у нас не получается развить наш навык садоводства, так, это как-то, конечно, странно обошла, ну да ладно, может быть, это из-за того, что у неё жуткий дискомфорт или что, я не понимаю, давай, может быть, ещё раз попробуем почитать, а, пожалуйста, Алиса, давай, не расстраивай меня, вот она берёт, я вам сейчас покажу, это первый том, вот он, садоводство том 1, то есть, это не то, что, о, а вот сейчас улыбочка появилась, слушайте, неужели это правда из-за того, что был жуткий дискомфорт, слушайте, точно, получается, что да, вот она 2 раза в жутком дискомфорте читала эту книжку, и ничего, а сейчас у неё просто дискомфорт, и обалдеть, конечно, вот это обалдеть, конечно, так, нам нужен второй уровень, ну это элементарно, это элементарно, мы сейчас быстро сделаем, да, и, в принципе, всё остальное свободное время, я думаю, Алиса будет проводить вот здесь, да, потому что, как бы, нужно, нам нужен 10 уровень в навыке фитнеса, этого мне что попало, и пока у нас не подросли остальные дети, которым тоже нужен 10 уровень в фитнесе, то, я думаю, конечно же, Алиса будет прям целыми днями и ночами стоять после этой игруши, тем более всё равно у неё свободная прям целая неделя, вот до субботы целая куча времени вообще, поэтому, да, будет, конечно же, помогать она по хозяйству своим родителям, вот, и, кстати, да, Маршалл уже аж вот столько прожил своего пожилого возраста, то есть, я думаю, через дня 3, наверное, уже или 4 он нас покинет, вот, так что вот такие вот у нас дела, да, конечно, семья Макинтоши чувствует себя просто отвратительно, но, как видите, всё из-за мудлетов, потому что по нуждам у них, ну, в принципе, всё очень даже прилично, как мне кажется, вот, поэтому тут, конечно, чистая обстановка в доме такая, кстати, да, нам надо будет пропылесосить, нам сегодня можно один раз пропылесосить, надо будет обязательно воспользоваться. Да, кстати, ребята, совсем забыла вам сказать, что я решила по поводу необязательного ограничения красавицы и чудовища, я всё-таки думаю, что я его возьму, вот, потому что, ну, мне кажется, что это будет интересно, вот, и действует это ограничение не на протяжении всей игры, например, то есть оно снимается стилистом, если я не ошибаюсь, по-моему, той же веткой, которой снимается запрет на подбор нарядов с симом в кассе, ну, возможно, я что-то путаю, но точно помню, что стилисты у нас за это отвечают, вот. Я решила, что возьму это ограничение, то есть, да, тем, кто у нас, как бы, будет наследниками нашего, нашей апокалиптической династии, то они должны будут себе в жены либо мужья выбирать симов с генерированной игрой. Опа! Да, и тут нам выскакивает это давление, совсем скоро Маршал перейдет в мир иной. Проверите, последний день использует, то есть, осталось ему два дня. Получается, в среду, то есть, как я понимаю, в среду, вот, в 10 часов вечера нас покинет наш Маршал. Конечно же, надо будет его, я так полагаю, вывезти куда-нибудь, определиться, где у нас будет наше семейное кладбище. Вот, я полагаю, что, возможно, с этого края участка, наверное, стоит его разместить. Вот, в общем-то, посмотрим. И да, наша Алиса, в общем-то, все оказалось не так просто, как я думала. Я думала, сейчас быстренько догонимся, сейчас нащелкаем, как орешки, этот второй уровень садоводства, потом фитнесом займемся, а нифига. А вот просто нифига, ребята, потому что в жутком дискомфорте они не могут делать ничего, ни о каком-то боксе, ни о каком садоводстве даже речи идти не может. А жуткий дискомфорт у них практически постоянно. Поэтому, если честно, я в шоке. Я не знаю, как мы будем с этим справляться. Возможно, я буду ее куда-то уводить, не знаю. Я не знаю, вообще можно где-нибудь читать не дома. Например, встать где-нибудь, там, где обстановка как-нибудь более благоприятна, и там заставить ее читать это садоводство. Что с фитнесом делать вообще непонятно, если честно. Потому что, ну, как бы нам фитнес нужен, но, по сути, в этом ужасном состоянии она не может никаком заниматься. И да, у нас работает аж 4 генератора из 5 на данный момент, потому что наши жучки нам дали кучу биотоплива. Вот, соответственно, мы там все заправили. Поэтому с этим у нас пока что проблем не обстоит. Но обстоят проблемы с прокачкой персонажей. Я не думала, что будет все настолько плохо. Но надеюсь, что когда мы закроем разнорабочего и сможем пылесосить, как бы, я так понимаю, неограниченное количество раз, я так полагаю, что нам должно стать как-то полегче. По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь, потому что, ну, как-то это совсем грустно, если честно. Так, ну, в общем-то, мне вроде как удалось привести Алису в более-менее адекватное состояние. Я ее посадила вот здесь вот, в их детской девчачьей комнате и заставила читать садоводство. Вроде как, слава богу, идет нормально. У нас 76%, то есть еще чуть-чуть осталось добить до второго уровня. Вот, и я думаю, что же нам делать с боксерской грушей. Вполне возможно, что я ее просто перетащу вот с этого этажа. О, кстати, надо будет раздавить. Я вполне возможно, что переставлю вот сюда. Пока что у нас тут вообще блестящие полы, идеальная чистота. Вот, поэтому вполне возможно, что именно там Алиса будет у меня заниматься спортом. Вот, но пока что у нас тут единственный чистый этаж, поэтому я думаю, нужно этим пользоваться, конечно же. И да, давай, скорее уже закрывай свое садоводство, достигни второго уровня и все будет хорошо. Все будет хорошо, да, и по крайней мере для вот этого повышения будет все готово. А, стоп, подождите. А как она второго уровня разнорабочая? Это у нас из-за того, что она в школьном возрасте отличницей была? Это из-за этого, что ли? Обалдеть. То есть нам осталось, что ли, одно повышение получить, и все, мы закроем изнорабочего. Я что-то сейчас не поняла, я что-то как-то удивилась, я думала, что мы с первого уровня стартанем. Ну, ладно, хорошо. Если это так, то я, конечно же, спорить не буду, как бы, да. Так, нет, давай, пожалуйста, не закрывай книжечку. Не-не-не, не закрывай, все, давай, читай, читай. Слушайте, ну если это действительно так, то это очень круто. Так, и у нас тут, о, господи, ну я как знала, как знала, что сейчас все пойдет не так. Наверное, она сейчас кинет это все дело читать. Или не кинешь? Нет, все, она кинула это все читать, ясно. Ясно, понятно. Так, ну давай поставить на место, ладно. Ну, хотя бы так, знаете, уже как-то неплохо. Не, ну посмотрите, ходит и ходит. К нам снова пришел муниципальный инспектор. Что-то у него тут какие-то танцы происходят, судя по его, судя по его телодвижениям, да. Так, стыц, 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 в одну сторону, в другую, в одну, в другую. Да, сейчас опять нам скажут, что что вы делаете вообще, что вы себе позволяете, а что вы думали, да. Конечно, я понимаю, опять генераторов, когда работают, это ого-го, это ого-го, это еще то. Да, у нас тут, судя по всему, на максимум, как я вижу, или практически на максимум заполнен. Хотя нет, у нас стоит нейтральный эко-след, но я так полагаю, что мы, конечно, лучше не делаем вот этой нашей мини-жучковой электростанции, да, фабрикой по производству электричества. Ну, а что сделать? А что сделать? Как можем, так и выживаем, да, как можем, так и выкручиваемся. Маршал, как твои дела? У Маршала дела просто отлично, так, кроликам мы этого раздавили, да, отлично, всех кроликов подавили, просто прекрасно. Сейчас ухаживаем за нашей какао, да, можно ее подоить, просто прекрасно. И, да, к сожалению, у нас нет денег, у нас некоторые наши мелкие животные, так сказать, хотят есть, вот, но ничего не поделаешь. Так, и тут, кстати, можно было бы, наверное, пропылесосить, а у тебя нет пылесоса, ну, в общем, да. Так, у нас у Алисы достигается второй уровень в навыке фитнеса, конечно, все идет довольно-таки туго, вот, но, по крайней мере, здесь она может заниматься, это радует. Так, отлично, шесть бутылок молока, просто прекрасно. Вот, дети наши пока что в школе, а Джулия у нас на рыбалке, конечно же, все свои выходные она у нас проводит за ловлей рыбы, потому что, а как иначе, нам нужна, нам нужна еда обязательно, вот, потому что у нас целая куча людей, которые хотят есть. Так, 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 что, я слежу за тобой, ну-ка, быстро перестал мне заниматься всякой ерундой. Да, давай лучше, если тебе так ничем заняться, маршалом, о, повесить на веревку для белья, подожди, зачем повесить, он уже грязный, с ума сошел. Давай сменить воду и заниматься стиркой и стирать в корыте, все. Ребят, смотрите, что у нас выловила наша Джулия. Цифровая камера едва ли лучше, я так полагаю, это та самая, как бы, самая дешевая камера, да, которая вот есть в четверке. Слушайте, обалдеть. Джулия у нас маленький наш читер, потому что, на самом деле, я хотела прикупить камеру, и, ну, надо будет сфоткать, конечно же, нашего маршала, его уже совсем скоро не станет, а я бы хотела, чтобы о нем осталась память. Слушайте, ну, по-моему, это та самая, да, вот эта вот самая дешевая камера, едва ли лучше, ну, судя по названию, да, вроде как это она, обалдеть просто. Так, дорогой мой, мой дороженький, ладно, иди, иди сходи, и потом я прослежу за тем, как ты, о, отлично, чистая, мокрая, значит, значит, надо будет повесить на веревке для белья, вот. Так, и, кстати, наша Джулия еще тут очищает экологию, она постоянно отлавливает какие-то инвазивные виды рыбы, да, и, в принципе, в принципе, мне кажется, что ты уже можешь возвращаться, потому что, ну, рыбы должно, вроде как, хватить. Знаете, с появлением холодильника стало как-то намного проще, то есть, по сути, у меня симы едят один раз в день, ну, редко, когда два, вот, так что, да, я думаю, ну, еще чуть-чуть пускай она там постоянно. Стоит, порыбачит, да, вот, мой великий рыболов, да, видите, у него эко-сердечки эти постоянно выскакивают, наверное, из-за этого у нас этот остров так и очистился. Слушайте, какая она красивая, какая у нас красивая Джулия, я просто не могу, давайте я ее вот так вот сфотографирую, а то что у нас, Маршалл постоянно на превьюшке красуется, да, а Джулия так вообще. О, еще это небо салонианское красивое, боже мой, какая красота, как мне это все нравится, просто не могу. Ой, люблю я все-таки эту симочку, очень сильно люблю. Так, это, мне кажется, или это наш ребенок? Да, это наш ребенок, это Беатрис, да, отлично, это Беатрис отправляется спать, то я уже испугалась, что она куда-то собралась. У нас тут скоро комендантский час вообще-то, она у нас куда-то намылилась, я уже испугалась, но нет, все в порядке. Хочу показать вам сведения о счетах, как бы не было абсурдно, но с электричеством у нас обстоят дела намного лучше, чем с водой, хотя к воде у нас есть вообще круглосуточный доступ, да, вот, но тем не менее электричество вот у нас 63 единицы, воды 27. Ну, то есть, мне кажется, что это вполне хорошие показатели, то есть, у нас и холодильник наверняка сможет работать, и пылесос, в общем-то, мне нравится, что я могу сказать, мне нравится это все. Да, у нас налоговые льготы и штрафы, у нас 174 миллиона штраф получается, ну, ладно уже, это все равно, да. Да, в общем-то, электричество генерируется, это хорошо, главное, чтобы, знаете, главное, чтобы наши жуки не подохли, потому что тогда вот это все веселье, конечно, очень стремительно закончится. У нас тут, как всегда, происходит ночное общение Джулии и Маршалла, да, так уж получается, что они у нас, как бы, с утра до ночи все заняты, и действительно у них получается пупость вдвоем только ночью, вот, поэтому, да, давай, может быть, поподвизимся. Здравствуйте! Кто к нам сегодня пришел? Лана Макинон. Угу, здравствуйте! Приятно вас видеть, конечно. Добро пожаловать в дом Макинтошей. Давайте, пожалуйста, детей пугать не будем, им и так страшно, у них там под каждой кроватью по монстру собственному, поэтому, да, давайте, в общем-то, не советую я вам тут баловаться, да, отлично, у нас тут происходит общение, господи, боже мой, бедный Маршалл, бедный Маршалл. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу, чтобы Джулия вот на вот это вот чудо техники сфотографировала Маршалла, вот. Вот, да, обязательно нужно это сделать, вот, чтобы у нас, конечно же, на память остался наш супруг основательницы. Так, ну и что это такое? Ну это совсем как-то не годится, нет, ну такую позу я не хочу, Маршалл, ты чё? Это всё из-за того, что у него куча плохих мудлетов, да? Ай, ё-моё. Ну и что мне с тобой делать, Маршалл? Так, у нас чё-то FPS просел так нормально, я смотрю после того, как мы попытались пофоткать. Маршалл, ладно, давай, наверное, тогда ты иди спать, вот. Но надо будет не забыть обязательно нам его сфотографировать, потому что, ну, в общем-то, я хочу, чтобы он у нас остался, конечно же. Знаете, нам сегодня прям максимально дружелюбный призрак попался. Ну, по крайней мере, она пыталась. Она хотела вынести мусор, более того, я вам скажу, что она нам помыла раковину на третьем этаже, там, где проживают наши дети. Вот, вот эту раковину отмыл вот этот вот призрак. И она хотела помочь нам вынести мусор, но ей сказали уже, что, как бы, пора, пора и честь знать. Вот, как бы, знаете, призраки, то есть пока что, по моим наблюдениям, призраки у нас вообще ничего не ломали. И это весьма странно, потому что, насколько я видела в апокалипсисе, то там, как бы, у всех призраки, они такие, как бы. И, боже мой, до чего же страшные звуки издает вот это вот. Я никогда не прислушивалась раньше, если честно. Но там, на самом деле, такая жуть. Я просто не знаю, как у меня дети здесь спят. Потому что, мне кажется, если бы я была на их месте, то нет. Вот, обо сне даже и речи не могло идти. Так, у нас тут всё, жуткий дискомфорт. Ну да, правильно, поиграй с игрушечкой. Или знаешь, нет, наверное, ты... У тебя же есть молоко. Вот, давай выпить, выпить, выпить. Да, отлично. Выпить, чтобы зазря еду не тратить. Вот так вот, прям с двух бутылок. Всё правильно, это по-нашему. Это по-нашему. Вот. Да, у детей жуткий дискомфорт, из-за чего они, кстати, у меня иногда без домашек в школу ходят, признаюсь вам честно. Ну, просто потому, что они не могут её сделать. Никак. Потому что вот у них, как бы в течение всей ночи, вот... Что? Давай играть. Вот у них в течение всей ночи, вот этот жуткий дискомфорт, и вот этот мудлет, он всегда превалирует, невыносимая грязь. То есть, я не знаю. Как бы мы там ни пылесосили на наших этажах, всегда у симов вот эти мудлеты, всегда пишут о том, что у нас невыносимо грязная обстановка. Поэтому, конечно, в этом плане тяжеловато. В этом плане тяжеловато, Рэндалл. Аккуратнее. Твоя голова тебе ещё пригодится. Кстати, из приятных вещей. Помните, ребят, у нас была проблема, что у нас не взрослели наши двойняшки, Ракель и Беатрис. И это вылечилось только перед заходом в игру. И они там у нас повзрослели чуть не в 8 утра, что-то такое. Но, тем не менее, вот нам прислали уведомление о том, что совсем скоро они будут отмечать день рождения. То есть, через 2 дня. И это было, ну, примерно в полчетвёртого утра. То есть, получается, что как бы в этом плане ничего не сбилось. И игра всё равно берёт то время, в которое они были зачаты. Мне кажется, что это замечательно. Ну, то есть, таким образом, у нас не будет риска, что девчонок вернут пораньше с работы из-за взросления. Это, конечно, не может не радовать. Но я так полагаю, что у нас, в принципе, нету. Хотя нет, у нас, вру, у нас есть ночные карьеры. Да, как раз-таки у одной из наших двойняшек у нас Беатрис. Да, она закрывает преступника начальства. Там как раз-таки у нас график, как бы, такой. Как бы, ну, в основном, как я смотрю, до часа ночи, возможно, до двух. Но я не помню, чтобы там когда-либо был график до трёх ночи рабочий. Вроде как, такого нету. Поэтому, в общем-то говоря, в этом плане у нас проблем возникнуть не должно. И это меня очень радует. Алиса у нас сейчас общается со своей копией, так сказать. Да, со своей старшей копией. Так, Джулия у нас отправляется на работу. А что, я Джулии хочу дать действие, упорно работать. Вот, отлично. Да, я надеюсь, что можно делать респекту, уважуха. Вроде как, ну, надеюсь, что это не какое-то из запрещенных действий. Вот. Очень сильно на это надеюсь. Ну, если что, пишите. Как бы, я к штрафам, если что, готова. Вот. Да, сейчас у нас Алиса общается с папкой, пытается его, конечно же, как-то подбодрить. Обсудим, давай, технику фитнеса. Вот, скажем. Папка, ты что-то какой-то грустный. Давай-ка не грусти, улыбнись. Всё же хорошо, всё замечательно. Ну, да, Алиса у нас пока что не подозревает, что папки совсем скоро не станет. Вот. Это, конечно, очень-очень грустно всё. Но что поделать, что поделать. Ты видишь, у нас тут иногда и бабочки летают. И вообще, я считаю, мы молодцы. Так экологию все вместе подняли. Это да, это да, я с тобой согласен. Давай-ка мы с тобой обнимемся, папа. Давай обнимемся. Вот, отлично. Отлично. Опа. Милота. Да, милота. Просто милейшество, я считаю. Вот. Да. Кстати, вот прикольно. Мне кажется, Алиса действительно как-то на Грейс похожа. Вот. Давай узнаем, как прошёл день у Маршала, конечно же. Так, ещё расскажем шутку для своих. Выдадим какую-нибудь глубокую тайну. Например, то, что мы немножечко комплексуем по поводу своей полноты. Но у нас грандиозные планы. Да, потому что мы хотим как бы скинуть. Хочу, понимаешь, хочу бомбить возле этой маминой груши. Да, потому что мне кажется, что это не дело. Ну, доча, я думаю, у тебя всё получится. Так, давай ещё душевно поговорим. Вот. Да, какао себя чувствует. Прекрасно, как вы можете заметить. Ну, вот. Что-то он тут возмущается. Но я говорю, чувствует себя прекрасно. О, отлично. Вызвано чувство. Я очень ценю время, которое мы проводим вместе. Мне кажется, мы ещё сильнее сблизились. Супер. Просто замечательно. Я считаю, что в таком состоянии можно идти вот сюда. Хотя, знаешь, наверное, давай мы с тобой дочитаем садоводство. Вот. Давай решим насущный вопрос. А после этого уже пойдём к груши. Да. Всё. Не возмущайся. Ты себя чувствуешь прекрасно. Поэтому почему бы нет? И, Маршал, куда ты пошёл? Мне очень сильно хочется знать. Не знаю. Давай лучше сходи. Не пугай меня. Не пугай меня. У тебя ещё даже возраст не светится. Поэтому, да. Кстати, ребят, мне кажется, что он... Я говорила, что в среду вечером у нас Маршал нас покинет. Но нет. Я так полагаю, что нет. Вот. И потом почитаю какую-нибудь книжку. Я же правильно понимаю, ребят, что мы не можем... Как это говорится? Так, о чём это мы там думаем уже? Алиса, успокойся. Я так полагаю, что мы не можем использовать действия наставник, да? То есть, по-моему, там это одна из преподавательских карьер запрещает. Вот. Отлично. Отлично. Ты просто молодец. Ты просто молодец. Просто раньше, например, вот нашего Маршала тренировала Джулия. И, конечно, поэтому он очень быстро добил свой фитнес 10 уровня. Вот. Но, если я не ошибаюсь, то наставничать больше нельзя. Поэтому, конечно же, теперь с этим будет сложнее. Вот. И у Алисы какой уровень фитнеса? Ну, сейчас будет третий уровень. Ну, то есть, как бы медленно, наверное, мы двигаемся к нашей цели. Но вы учтите, что Алиса сейчас вот у нас закроет разнорабочего и всё. Она как бы водит дома целыми днями тусоваться. А у других-то такой возможности не будет. У них, по сути, подростковый возраст, да и всё. Так, тренировать удары, я говорю, ничего не знаю. Тут никакого жуткого дискомфорта. Тут даже сверкают полы. Потому что мы тут с утра пропылесосили. И да, поэтому этот этаж единственный, где у нас идеальный порядок. Знаете, мне кажется, что я буду вот пока что у нас не закроет разнорабочий. Я буду тут каждый день пылесосить. Остальные этажи трогать не буду. Знаете, для того, чтобы у нас был такой островок, где симы смогут нормально более-менее прокачиваться. Потому что на всех остальных этажах это, конечно, беда. Ребята, так, у нас всё, ребята. У нас пошёл мор. Пошёл жучий мор. Господи, кошмар какой. У нас подохли первые жучки. Ну, простите. Ну, простите, вы сами виноваты. Вы не дожидались. Состояние колонии плачевное. Господи мой, какой кошмар. Мне так жалко. Вы не представляете, как мне жалко наших жучков. Но вот буквально, буквально через два с половиной часа Джулия принесёт нам денежки. Больше скажу даже. Она принесёт много денежек. Поэтому, пожалуйста, родные, потерпите. Потерпите, не сдыхайте. Я вас очень сильно прошу. Вы нам вот просто позарез как нужны. Так, ну что, ребята. Мы обошлись абсолютно, так сказать, относительно небольшими потерями вот здесь. Вот, я, кстати, не знаю, это можно как-то вообще убрать или нет. Или вот это вот, вот эти вот бедные трупы сверчков так и будут напоминать о том, что у нас тут было безденежье. И, в общем-то, голод сверчковый. Великий сверчковый голод. Да, в общем-то, всё. Теперь у нас все накормлены. Джулия у нас принесла кучу денежек. Мы и для какао кормушку пополнили, и вот с жуками разобрались. Да, теперь они чувствуют себя, я так полагаю, прекрасно. Но вот это, конечно, смотрится просто ужасно. Так, у нас пока что, да, только один генератор работает. Для остальных уже не хватает биотоплива. Ну, в общем-то, неплохо. У Алисы у нас как дела? Пока что, пока что как дела? Она у нас достигла четвертого уровня в навыке фитнеса, что, в принципе, неплохо, как мне кажется. В принципе, ну, если постараться, то, наверное, можно будет за подростковый возраст добить какой-нибудь уровень восьмой. Ну, на десятый, я, знаете, боюсь замахиваться, конечно. Было бы идеально, если бы это был десятый, это понятно. Но у нас тут совсем скоро будет подрастать следующее, как бы, поколение. Да, два дня осталось до взросления Беатрис и Ракель, поэтому груша уже будет в распоряжении не только у Алисы. Поэтому до какого-нибудь уровня восьмого я бы хотела ей добить фитнес. Вот. Ну, и в принципе, в принципе, так, что ты хочешь помыть? А она у нас грязненькая? Да нет. Ну, если очень хочешь, можешь помыть, конечно. Ну, кстати, появилась еще одна лисица, на этот раз белая. Вот. Пишут, что она пожилая. Вот такая вот. Давайте я вам ее покажу. Зовут Мари. Да, у нас там, кстати, Грейс проходит. Ой, почему я ее все время называла Грейс? Господи, боже мой. Откуда? Подождите, а откуда Грейс? Почему у меня постоянно Грейс, Грейс? А, господи, это же из династии Грейс Веласка. Ё-моё, ее же Брук зовут. А я вам все время говорю Грейс, Грейс. Все уже. Все уже. Ангелина устала, судя по всему. Надо ей отдыхать. Да, вот такая вот у нас лисица Мари. Мне кажется, что вполне себе смешная такая. Давайте я ее вот так вот, может быть, как-нибудь сфотографирую. Красиво. Вот так вот бежит у нас по островам лисица. То есть теперь у нас не только наш Вейлон, который никуда не делся, а теперь у нас еще и Мари появилась. Поэтому, да, конечно, надо будет внимательно следить за нашими фруктами и овощами. Вот, потому что, как оказалось, не всегда им нужны только яйца. Иногда лисам и кокосами. Иногда лисы и кокосами хотят полакомиться. Поэтому такие дела. Кстати, какао можно подоить. В принципе, я думаю, да, давай ты ее покормишь и подоишь. Вот. Ну, а Алиса... Алиса все. Алиса пошла читать. А, ну все, понятно, у Алисы уже жесткая крепатура. Кстати, у Алисы была анимация, что у нее там как-то фигура поправилась. Вот. Так что я думаю, что, в принципе, учитывая то, что нам нужен 10 уровень фитнеса, у всех детей, то я думаю, что это вполне возможно поправить им фигуру. Ну, будем смотреть. И да, ребята, я думаю, что на этом уже стоит заканчивать, вот, чтобы не сильно затягивать эту серию. Вот. Поэтому я уже буду с вами прощаться на этом. Всем огромное спасибо за внимание, за то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч и всем пока. Джулия, не грусти. У Джулия там просто кто-то из друзей помер, поэтому да. Все, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok